Здравствуйте, меня зовут Ольга Продан и сейчас все о самых интересных культурных событиях на ближайшие дни. Амурский областной театр драмы посетил Владивосток с гастролями. В репертуаре представлены все жанры драматургии для взрослых и детей. Спектакли будут идти на сцене Приморского драматического молодежного театра до 15 октября. Откроет гастроли мистический дивертисмент в двух действиях по знаменитому произведению Николая Васильевича Гоголя «Ночь перед Рождеством». Также до конца недели зрители увидят мелодраму «Дикарь» и комедию «Брачный договор». А тем временем продолжается 9-я Владивостокская биеннале визуальных искусств. В этом году биеннале отличает разнообразие программ, в том числе детская. Выставки, картины, фотографии на любой вкус жители и гости города найдут в галерее «Артэтаж», Мариинском театре, музейно-выставочном комплексе в ГУЭС, филиалах Приморской картинной галереи и в Центре современного искусства «Заря». Современные инсталляции представлены в Старом дворике Гума и Центре Эрмитаж Владивосток. На каждой площадке можно посетить культурные проекты, стрит-арт, открытые лекции и семинары, творческие встречи и круглые столы с представителями современного искусства. Для всех неравнодушных мам и пап или тех, кто только собирается ими стать, пройдет родительский лекторий. В течение дня два приглашенных психолога расскажут об испытаниях подросткового возраста и ресурсах, которые помогут с ним справиться, а также о том, как быть молодой мамой и все успевать. После каждой лекции специалистам можно будет задать личные вопросы. Лекторий пройдет во Дворце культуры железнодорожников. Билеты на лекции можно приобрести онлайн. Экстремалов ждет закрытие мотосезона на Приморском кольце. Байкеры из Владивостока, Артема, Уссурийска и с окраин Дальнего Востока приедут ради участия. С обеда и до самого вечера зрители ждут головокружительное шоу с трюками, музыкальный концерт и выставка лучших мотоциклов. Особым счастливчикам, возможно, удастся даже прокатиться вторым номером с байкерами. Для участников вход бесплатный. Для зрителей 250 рублей и 300 в день закрытия. Познакомиться с новым актуальным норвежским кинематографом приглашает всех желающих в Центр современного искусства «Заря». Программа состоит из самых ярких документальных и художественных фильмов, снятых за последние пять лет. На выходных покажут картину «Бей о подростковой любви» и фильм о странном путешествии обыкновенного ученого «1001 грамм. Вход свободный». Фестиваль документального кино о музыке и новой культуре «Бит Уикенд» снова принимает Приморская столица. В это время в молодежной библиотеке «Бук» пройдет тематическая образовательная программа. 7 октября – круглый стол, посвященный клубной жизни российских городов. А 8 октября – лекция «Сиэтл. Дух времени» о городе, который с уверенностью можно назвать одним из ключевых мест рождения рок-музыки. О море-море! Галоконцерт памяти Муслима Магомаева состоится на сцене Приморской краевой филармонии. Золотые хиты и шлягеры советской и зарубежной эстрады, которые входили в репертуар Магомаева, вновь зазвучат в исполнении баритона Давида Гвинианидзе. Стоимость билетов от 1200 до 1800 рублей. Любители классической музыки также ждет кое-что интересное. Закрытие фестиваля «Одни немецкой культуры» в Приморье пройдет в сопровождении творчества Иоганна Себастьяна Баха. Скрипку, виолончель, гобой, гитару и величественный орган услышат гости в предстоящий вечер в церкви Святого Павла на Пушкинской. Билеты до 500 рублей. Приморская сцена Мариинского театра вновь покажет оперу «Регалета» на большой сцене. Интересно, что в драме Виктора Гюго речь шла о Франциске I. Цензоров беспокоил тот нелестный облик, в котором представал реально существовавший французский король. Поэтому в либретто внесли изменения. Место действия перенесли в Италию, короля понизили в ранге до герцога, а имя Шута изменили с Трибуле до Регалета. Опера исполняется на итальянском языке в сопровождении синхронных титров на русском и английском языках. На этом пока все. Хороших вам выходных. Еще увидимся. Продолжение следует...